Братишечки, сестрички, приветики, это я, Антон Бустер, и очень хочется показать вам этот фильтр Frequency Shifter от, опять же, тех же Ух и Big Bundle. У него очень много классных тоже пресетов, которые как раз-таки выполняют функцию фильтров. У меня недавно был на канале видосик про Supermodel, фильтр, да, космический такой, у которого много-много всякой различной модуляции. И здесь, в принципе, тоже не исключение, конечно, поменьше разных ручек, но, опять же, мы имеем Shifting, кнопочку Offset, плюс есть, конечно же, сам фейдер подмешивания фейза, фидбэк, микс, но давайте на пресетах посмотрим, чтобы было понятно вообще, о чем речь. Обязательно подписывайся, потому что в следующих роликах мы будем разбирать класснейшие у них также фленджеры, фейзеры и так далее. Опять же, будем делать какие-нибудь прикольные штукенции. Так, ну поехали, я опять же накидал с нашего лупека каких-то инструментов, чтобы было наглядно, и погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Channel Offset, это фаза, которая дает возможность делать фазовые искажения, скажем так. То есть это тональная у нас обработка шип, да? Frequency Rage есть, да? Range, то есть количество шагов, скажем так. Все это замечательно, опять же, но мы с вами саунд-дизайнеры, давайте уже скорее что-нибудь сделаем. О чем мы можем сделать? Делать сайфайный выстрел. Что для этого нам нужно? Для этого нам нужен какой-нибудь любой звук с атакой. Возьмем просто из библиотеки, которую нам предлагает сам Soundly. Но если нам выстрел нужен, давай оставим вот здесь один такой звук. А вот из этого длинного мы можем сделать синтовую историю. Нам нужен шаг по тону. Free sampling сделаем. Это первый, да? Потом мы сделаем атаку. Для начала, что нам еще нужно? Какой-нибудь на верхушечке что-нибудь тоже такое накрутим сейчас. А давай с тобой сделаем тоже режим тач и посмотрим, как это будет меняться. Ну, что-то такое интересное. Давай посмотрим, что еще у нас есть. Прикольно. Нужен еще какой-нибудь explosion. Ну, вот такой типа. Нам нужно атакой, нужно насыщение плотненькое. Мы наделали всяких звуков. В общем, у нас есть атака. И нам теперь нужно характер сделать. Пока вот это будет типа такое хвостовое, да? За атаку отвечают вот эти два. А остальное сейчас мы делаем окраска. Тут два прям звучка таких прикольных. Значит, это будет такая еще, да, история. А вот здесь, что там у нас? Здесь делаем короткий прям. Короткую типа атаку усилим наш саунд. Накидаем дисторшина какого-нибудь. Или биткрашера. Угу. У нас будет сухая пушка хвостика, если что, мы сами сделаем. Накинуть риверочек какого-нибудь. Любого вообще. Пусть будет Earful от Waves. Ну, что-то уже прорисовывается. Так, навскидку, на самом деле, фантазирую просто. Вот этот классный в конце. Можно из него сделать еще усиленную атаку. Вот это сделать типа разгон. У нас же сайфайная пушка. А еще, знаете, как можно сделать? Типа сжимаешь, и получается вот тебе короткая тоже такая штука. Вот это вот сюда накидываем. Explosion у нас будет сверху, атака сверху, чтобы не запутаться. Вот этот штукенцию, вот эту. Тоже нам что-нибудь надо задистошить. Вон вот этот базер есть, короче, такой тоже от Waves. Берзерк прикольный. Посмотрим пресеты. Сделаем в моно. У нас пушка в моно будет звучать. И остальные тоже. Давай послушаем вместе, что будет. Ну вот вам и сайфайная пушка. Конечно, в идеале лучше выстроить лейринг по балансу. Но мы сейчас этого делать не будем. Мы же типа фантазируем. Вот из обычного фильтра от Ух Биг Пандла можно получить интересные звучания. Я полностью импровизировал. Надеюсь, вам это понравилось. А, конечно же, постобработку мастеринга нам стоит сделать. Поработать, подумать над компрессией нашей. Да, посмотреть по частоткам, что в каждом слое. Но это все у меня отдельно, обычно в видосах. Либо на моем обучении, которое происходит практически каждые 2-3 месяца. Набирается группа ребят, которые проходят курс молодого бойца. И за 3-4 месяца умеют делать всякие такие штуки. И набирают аж 15 работ в портфель. Но я думаю, об этом вы во всем знаете. А если интересно, можете посмотреть. Ну, не хватает мне, конечно, низов каких-то, да, там, плотненьких. Плюс, конечно, тут нужно поработать над самим лейрингом. И можно сделать обычным изотопом. Поджать, посмотреть. Ну, и, конечно, не забывать, что у нас есть еще стандарты по громкости. Не, ну, звук прикольный. Ну, не хватает еще какого-то характера, синтовой истории. Какой-нибудь такой плотненькой. Прям, не знаю, того же фейсплейнтика там накидать можно. Ну, вот. Типа атаки побольше, бас побольше. Ну, и уже поинтереснее звучит. В общем, с вами, ребятки, был Антон Бустер. Я хочу очень, чтобы вы написали много комментариев. Что дальше обозревать, смотреть, сделать вам, показать. Рассказать, научить. И обязательно внизу, там есть такая штучечка, подписаться и колокольчик. Колокольчик, чтобы не пропускать. Ну, все. Давайте. Пока-пока. И до скорых встреч в следующем ролике. Пока.